Субтитры делал DimaTorzok Представляете, я заболела за несколько дней до отлета, и перед выездом у меня была температура, и я очень боялась, что у меня будет плохо в полетах, но на удивление мою болезнь как рукой сняла, и все было хорошо. Мы в Дохе, в городе, и мы сейчас в Тарбаксе. Завтракали! У нас была долгая 19-часовая пересадка в Дохе, поэтому мы не спеша выехали в город, позавтракали, потом пошли в бич-клаб, там лежали, спали, отдыхали, и такие на расслабоне к ночи мы вернулись в аэропорт и полетели в первую страну нашего назначения, и это Испания. Мы прилетели в Барселону! Давайте закричите, типа, мы в Барселе! Мы в Барселе! Сколько сейчас время? Время 7.40 утра. Мы только садимся на наш тур. Да начнется наш тур! Ну все, мы подъехали к нашему отелю, сейчас еще рассвет, посмотрите, как красиво. Мы пошли в спа, скупались, приняли душ, накрасились. Я не вижу, правда, чего я снимаю. Наконец-то мы выглядим как люди. Можно начать нормально снимать. Мы как будто гуляем по Л.А. Ой, тут очень классная погода, солнечная и тепла. Чего ржешь? Просто... Нам нельзя смотреть! Скину вашим парням, как они смотрят на мужичков. Да! Наш первый прием пищи в Барселоне. Мы заказали огромный казан паэльи. И садили кальмары и такосы. Мы покушали, теперь просто гуляем по району возле нашего отеля. Чтобы вы понимали, весь трэш Европы, мы когда только вышли на это побережье, там загорал голый мужик. Полностью голый, лицом ко всем людям. Спасибо! Так как мы только прилетели, мы решили оставить прогулку по главным достопримечательностям на завтра. И с некоторыми девочками пошли искать винтаж. Сад, эти должны бери. Да. Ну, с вами стилист, как сказала, братья, так что... Эля Мерит, спиджак. Ты прям такая кау-бой-герл сегодня. Да. Мне нравится норм, да? Уля нашла платье. Мил-мил! Смотрите, блин, оно пойди классное. Это на сайте. Как вам, слабик-герл? Я больше похожа на этого английского охранника. Вау! Шубка офигенная. Можно мне идти? Будь мне нечего делать, я бы ее взяла и в ней выходила. Нет, он иногда... Да, вот. Я модная муха просто. Нам очень нравится такое времяпровождение. Здесь магазины очень интересные. И можно найти много всего прикольного. Это уже надыбала Берра Берри Тринч. О, деньги пока. Первый же день, да? Не успели? Это прям винтажно, прям старое их лого. Майкл Джексон. Да. Смотри, это стул, мороженка. Туфли с помидорами. Офигеть, это приколдесно. Сонка Луи. Итак, мы вернулись. Наконец-то нас заселили. Я живу с Алтой, она тут уже давно. Я вот только пришла и покажу вам номер. Отсюда мы заходим. Здесь шкаф и сразу зеркало с раковиной. Здесь туалет и душевая. Смотрите, я впервые вижу в отеле, в номере, чтобы была умывалка для лица. Номер, кстати, очень просторный. Тут есть текила. Я только зашла, когда в комнату. Первое, что я увидела, это какой-то мужик на подушке. Я думала, меня пранкуют. Оказывается, так у всех. Просто без понятия вообще, кто это. Но придет с ним спать. Ну и главное, посмотрите, какой здесь вид на море. В общем, вот такой номерочек. Сейчас немного отдохнем, потому что я не лежала, наверное, больше суток. Я думаю, вы и так знаете, как это сложно снимать одновременно влог на YouTube, вести регулярно сториз, сделать посты и фоточки. Поэтому этот влог я буду вести максимально в легкость для себя, без напряга. Но главное, чтобы у меня было видео на канале на память. Всем доброе утро. Сегодня прослось 8 утра. Сейчас собираюсь. И первым делом мы пойдем завтракать. Так как Барселона у нас самая теплая, я решила надеть свой самый легкий лук. Юбочка с капронками белыми. Мы сейчас гуляем по городу пешком. Сейчас мы в цитадели, да? В парке, короче. Тут озерко и умерший голод. Птичками. Благодаря этой музыке такой вайп атмосферный. У нас вот настоящие каникулы, как в фильмах и сериалах. Мы стоим, немного порожнякуем, не знаем, куда идти. А я же потеряла телефон. Я хотела посмотреть в своей сумке. И случайно разлила туда воду. У меня была открыта бутылка. И если вы помните, смотрели влог с Италией. У меня 2-3 раза вот так вот я разливала воду в сумку. Мы наконец дошли до собора, храма Саграда Фамилия. Что? Сели в рандомную кафешку отдохнуть и попереду. Я хочу украсть у тебя одну. Да, возьмите. Спасибо. Вообще, сына добрая. Мы сегодня весь день гуляем на Рамле. Это межходная улица, самая такая движенияховая, где все магазины. Я не шоплюсь, потому что я жду Парижа, Милана. Вот, поэтому просто так гуляем. О, смотрите, у нее тоже леопардовый шарф. Сегодня Уля в леопардовой юбке. Это в леопардовых джинсах. И Алта в леопардовой коте. Нашли прекрасное кафе с посмотрите, каким видом. Видно? Прям на собор, да, кстати, классно видно. И решили взять линишку. Давайте чирс на влог. Давай, чирс. Чирс. Раз, два, три. Хотели пойти в футблокер. Футблокер. Локер просто. Починка чемоданов. Спасибо. Мы уже в номере все вместе. Доброе утро. У нас сейчас полшестого. И мы собираем вещи. Сейчас будем веселяться и выезжать в аэропорт. Мы уже в самолете. Вылетаем в Милан. Я что-то тупанула и взяла с собой вручную кладь-тоник в 150 миллилитрах. И у меня его собрали. Он был абсолютно новый. Так, это уже второе такое видео с трансфером. Теперь мы в Милане. Тут очень туманно и намного прохладнее. Закрой дверь! Вам что, холодно? Да. Мы уже заселились в наш номер в Милане. Он очень миленький, небольшой. Вот так выглядит ванная комната. В Милане, кстати, всегда есть биде в любом отеле. Просторный душ. Выходим в коридор. Здесь у нас стоит зеркало в полный рост. И вот так выглядит сама комната. Мы сейчас вышли. Мы живем на классном районе. А тем очень кушать, потому что даже не завтракали. Если честно, мне не очень нравится этот город. Мне кажется, тут хватает одного дня, чтобы вот побыть на вот этой площади дома и так далее. Мне больше нравится Рим. Для меня это намного душевнее город. Но Милан все равно стоит увидеть. Нашли очень милую, спокойную кафешку. Сейчас будем кушать. Я сейчас одна в номере решила остаться, полежать, отдохнуть. Потому что я видела Милан вот относительно недавно. И я просто буду чилить. Я просто хочу сейчас ждать дня, когда мы полетим уже во Францию. У меня почему-то очень сильно болит голова в офисе. Я не знаю, в чем проблема. Уже выпила таблетку, но пока не помогает. Я сделала макияж, прическу. Сейчас оденусь и выйду в город к девочкам. Чтобы вы понимали, я тут на телевизоре нашла канал ТНТ. И просто смотрю Сашу и Таню. Гулять по Милану, шопиться. Нет. Сидеть в номере и смотреть Сашу и Таню, да. Настроения наряжаться нету, поэтому я надену свитерочек и лосины. На ноги надену геттер. На ногах у меня уги. Не знаю для кого как. Я их обожаю. Очень удобные, теплые. У меня на платформе советую брать именно такие. Потому что я не касаюсь земли, грязи. Поэтому вот эта вся замшевая часть чистая. Плюс я еще побрызгала водоотталкивающий спрей. И они не должны намокать. Сейчас я вспомнила, что я на родине бренда Kiko. И хочу сейчас зайти в магазин, чтобы купить новую вот эту палетку. Бронзер. Он у меня уже года два. До сих пор не кончается. Я пользуюсь только им. Вот офигенно. Мне очень нравится. Вот мой файл лук. Сейчас в пять вечера поеду на такси. Я вышла. Тут, во-первых, невероятные елочки стоят. И невероятный закат. Жаль, камера не передает. Но это очень красиво. Блин, по идее одной гулять классно. У меня ностальгия по моему летнему трипу. Но в этом все-таки есть свой шар. Тем более в Милане, как вы видите, очень атмосферно. Посмотрите, сколько народов кипа. Я нашла свой бронзер и взяла попробовать блеск. Зашла в Сифору. Там капец народу. Я, если честно, чуть не потеряла сознание от нехватки воздуха. Ох, такой свежий воздух. Я кайфую. Еще Джастин Бибер играет. Вот сам дома. И прямо возле него новогодняя ярмарка. Сейчас посмотрим, что там есть. Посмотрите, как красиво светится вот это здание. Посмотрите, сколько здесь щелкунчиков. Даже есть розовые. Чувствую себя главной героиней, которая живет свою лучшую жизнь. Знаете, я хочу взять себе что-то вкусное. Какую-нибудь выпечку. Давайте попробуем. Взяла какую-то штучку, не знаю, что это. Кажется, с миндалем. О май гад. Это очень вкусно. Боже, какая это красота. Это то, что я себе и представляла. Все, кто смотрит это, поздравляю вас с Новым годом. Я уже в номере. Такой классный вечер выигрался. И, видимо, еще на этой хорошей энергии мне попалось такси. Мерседес. Вот этот минивэн, на котором мы приезжаем с аэропорта. Но я-то была полностью одна. И это было так комфортно. В общем, шестливая я. Буду ждать девочек, чтобы мы пошли покушать. Хочу вам показать, что я купила. Ну, сначала в Кику я взяла палетку, про которую уже говорила. И блеск. Если честно, выбрала на бум, просто потому, что он такой вот нюдовый, бежевый. Ааа, как он шикарно выглядит. Я давно хотела себе блеск от Кика, неважно какой. Просто мне очень нравится этот бренд. Но блеска у меня еще не было. Если что, оттенок 0,6. Помните, я утром сказала, что у меня в аэропорту забрали тоник, потому что там было слишком много миллилитров. Поэтому я купила себе новую, такую миниатюрку от Pixi. Далее мой самый любимый карандаш. Показывала его не раз, потому что беру уже, наверное, в четвертый раз, каждый раз, когда бываю в сифоре. Далее масло для губ от Rem Beauty. Тоже брала уже. Очень понравилось. Это мое самое-самое любимое масло для губ. Поэтому взяла такое же, только в другом запахе. И еще взяла продукт для губ от Tarte. Видела его в интернете. У него такая текстура, знаете, тающая на губах. Если честно, тоже выбрала на бум оттенок. Самый такой нюдовый. Вот примерно такой будет оттенок. Итак, всем привет. Сегодня я целый день не снимала, потому что у меня была разряжена камера. И мы весь день гуляли в поисках подарка для Аяшкин, потому что у нее сегодня в ночь день рождения. По Алмате у нее он уже. У нас он наступит только через 4 часа. В общем, мы купили кольцо к Кортье. И сейчас пойдем вместе в ресторан встречать день рождения и заодно вручим ей подарки. Че обнимается? Это подарок Аяши. Здесь ремень селин. Чтобы ее не палить, пока я буду делать типа что-то такое. Очень беспалевно. Очень. Классно. Мы идем к девочкам, они уже нас ждут. Сегодня мы будем ужинать на террасе, вот с видом до дома. И у нас такая классная посиделка. Скажите же, это бесплатно, потому что я отвечал свой гость. Ну, а это идет в оператив. Мы должны были подыграть. Покажи и... Доброе утро. У нас сегодня крайний день в Милане, но мы его проведем не в Милане. Мы решили поехать на поезде в Швейцарию. Мы на моем ненавистном вокзале. Помните, как я хейтила его, потому что тут постоянно какие-то проблемы. И сейчас у нас снова проблемы, потому что мы не можем взять билеты. Пожалуйста. И мы никуда не полетим. Короче, Аяш не успела подойти. Через 5 минут выезжает поезд. Мы не смогли взять билеты, поэтому в Швейцарию мы не едем. А мой образ в Швейцарию вообще, получается, пропал. Мы не поехали в Швейцарию. Потом мы хотели взять билеты на Комо. Именно этот поезд был отменен. Поэтому мы никуда сегодня не едем. Веселыха. Но мне на самом деле норм, потому что я была буквально в августе на Комо и так далее. То есть мне не обидно надеяться, что девочкам норм. Ну, они, по крайней мере, сейчас остались гулять. И надеюсь, вечером мы выйдем что-нибудь красивенькое поделать. Наступил вечер. И посмотрите, теперь какие мы красивые. Да, Лен, что нужно для счастья? Просто красиво собраться, девочки. Мы еще все сверкучи-сверкучи. Поэтому, чтобы не прогадать, мы пришли в заведение, в котором были первый день. Только здесь очень вкусно. Попробуем. Красиво сидеть. Типа, давайте так. Как еще? Видите, какое такси я заказала на нашу араму из 8 человек. И мы собираемся тусить сегодня. Сейчас, чтобы вы понимали, полтретьего ночи мы только возвращаемся с бара. Но это было легендарно. Это было очень весело. Поэтому последний день в Милане мы провели просто супер. Всем доброе утро. Сегодня 24 декабря. Я собираю вещи, потому что сейчас мы будем выезжать в аэропорт. И будем вылетать в Париж. Девочки, мы где? Мы в Париже. I'm in Paris. В общем, мы приехали к нашему отелю. Такой он красивенький. Очень близко мы к Эйфелевой башне. Мы уже пару раз видели ее с окна. Невероятные эмоции. Сейчас мы быстро заселимся. Это лучшее место. Кстати, в прошлом году мы сояж вместе были в Париже один день. Мы заселяемся в отель. Сара Алтин живут как всегда вместе. С плантом мини-бар. Серьезно? Это? Классно. Это наш отель. И в отеле у нас красивая елка. Кстати, сегодня Рождество. Мы можем здесь посидеть. Сутки поделать здесь. Очень красиво. Мы заселились. И сейчас я вам быстренько покажу нашу комнату. Здесь прям очень уютно. Все в бежевом цвете, как для меня специально. У нас есть, ну не балкончик, но так скажем, окно с красивым видом. Дальше у нас тут, как это называется? Столик. Журнальный столик. Журнальный плюс косметический какой-то. Здесь очень мило написано. Дир шакет, поздравляю вас с наступающим Рождеством. Проходим теперь в туалет. Висят халатики. Туалет очень миниатюрный, но все равно комфортный, светлый. Так, я уже собралась. Посмотрите, что я сделала сзади. Кофта на мне, опять спонсор Alta. А на ногах у меня геттеры и мои ноги. Мы вышли, прошли 100 метров, и тут сразу башня. Мы вообще просто шли, смотрели, разговаривали о своем. И в этом моменте вот так поворачиваем голову, и прям башня. И мы просто заорали. Потому что я вижу башню не в первый раз, но всегда это как в первый раз. Она всегда приносит нереальные эмоции. Опять движ начался, потому что башня загорелась. Все, контент-мейкеры в деле. Я уже не хотела это сделать. Ты платишь? Че-че-че? Звергаю. Как ило. Мы сели в кафе, с Алтой вдвоем, остальные внутри. На улице прям вот так вот. Как это обычно и происходит в Европе. Но зато нам видно верхушку. Надеюсь, что сейчас будет вкусно. Пришла наша еда. У меня сосиска с картошкой. У Алты вообще блюдо состоит из двух почему-то. Всем флоу! Это Кингвлог. Неожиданный гость влога. Мы тут стоим посреди дороги. У нас это кита. Своим табором. Это наше покупки. Цыганское вот это движение. Чисто вот на этой улице, видите, только мы вот так стоим. Всем табором. И вот так вот фоткаемся. Контент-креаторство обошло. Вот свет подручный. Я не курю, я парю. А что хорошего в том, что ты паришь? Бонжур! У нас сегодня первый полный день в Париже. Я уже собралась, оделась. У меня красные колготки. Я хотела куда-нибудь прицепить бантик. Вчера я уже делала на волосы, поэтому пока что сделала вот так. Не знаю, насколько это странно. И еще я надела свои новые кроссовки, которые идеально сюда вписались. Мы с Алтой вообще проснулись в 7-8 утра, не спеша собрались. И так как мы собрались раньше всех, мы решили выйти сами. Тут еще Аяшкин. Вот, поэтому мы двигаемся втроем. А еще у нас красно-серый мэтч. Интересный факт. Мы живем возле моста Альма. И примерно где-то тут погибла принцесса Диана в автокатастрофе. И тут стоит вот этот вот монумент свободы. И здесь люди разложили ее фотографии, кладут тут свечки, цветы. Мы сели в кафе. Я очень хотела в кафе Карет. Но посмотрите, какая здесь очередь. Просто я и бантики нацепила на кружку. Мы пьем горячий шоколад. Очень вкусно. А вот и Триумфальная арка. В прошлый раз я, кстати, к ней не походила. В Париже прям очень ветрено. Хорошо, что я взяла с собой свои ушки. Они идеальны. Просто посмотрите, какой здесь огромный чемодан Луи Ветон. Мы добрались на Тель-Юриф. Напомню, что сегодня Рождество, 25 декабря. Здесь очень красиво ярко. Здесь сегодня собрался, наверное, весь Париж. Потому что народу очень много. Посмотрите, какая мельница красивая. Я не знаю, как вам показать. Вообще тут тарелка устриц. Как будто я ем море. Вот у нас вот такой типичный женский творческий беспорядок. Потому что мы... А, это ты! Мы сейчас собираемся на ужин. А потом с некоторыми девочками, не все, пойдем на Муленрушное. Настоящее кабаре. Я давно мечтала. В прошлый раз я просто посмотрела на здание со стороны. Сейчас мы прям туда зайдем и посмотрим выступление. Я сделала макияж и думаю сделать вот такую небрежную тульку. И покажу вам платье. Я его покупала в алматинском H&M. Оно полностью в таких валанчиках. Я так счастлива быть в Париже. Оказывается, для счастья нужны всего лишь билеты в Париж. Сегодня нас ждет кабаре. Сегодня у нас вечер втроем. Потому что только мы идем на Муленруш. Мы сначала сели в красивое кафе, ресторан, поужинать. И мы заказали лягушки. Мы никто ни разу их не ели. Меня зовут Сара, и это моя первая лягушка. Коси. Она безвкусная как будто. Как будто жирная. Мы теперь настоящие французы. А вот и сам Муленруш. Я не побоюсь сказать того, что это было самое красивое, эффектное и удивительное шоу, на котором я была. Я советую, если вы будете в Париже, не пожалейте денег. И сходите обязательно в это место. Оно правда того стоит. Всем доброе утро. Утро начинается вот так, реально красиво, в кафе Анжелина, одной из самых популярных в Париже. Когда-то это был любимый кафе Коко Шанель. Она пила горячий шоколад. Вот сейчас мы будем тоже это делать. А вот наш завтрак. Мы взяли классический. Здесь скрэмбл, выпечка, всякие вареница и сам горячий шоколад. Я его уже попробовала. Он довольно сладкий, но очень вкусный. Поэтому если добавлять крем, будет идеально. Мы вышли с Анжелиной, вкусно позавтракали. Я взяла себе небольшой пакетик. Там шоколадки. Мы сейчас в саду Тильерим. И стоим у фонтана, где те самые популярные французские зелёные стульчики. Мы, кстати, только что лежали на вот этих вот. Это так удобно. Я чуть не заснула на них. А ещё я надела свои очки-свинташки в Барселосе. В итоге мы простояли в очереди больше часа. Когда зашли, мне понравилась буквально одна-две сумки. И из-за того, что мне было жалко потраченное время в очереди, я решила купить сумку. Вот она. Покажу вам её потом. Мы снова в отеле. Я от ничего дела не решила залить, записать точнее видео в Инстаграм о том, как я делаю бантики на джинсах. Это, кстати, лайфхак для того, чтобы их... Короче, если вам джинсы большие, их можно вот так вот уменьшить. Вместо ремня, да, затянуть. Я вам сейчас покажу, как я это снимала. Я поставила пуфик в туалете. Сверху на него мусорное ведро и сверху мой маленький штатив. А за вот эту разработку, я считаю, мне нужно дать премию, потому что здесь плохой свет. У меня есть с собой вот этот вот маленький. Я его повесила на дверь, положив в свою косметичку. And now, мы на авеню Монтань. Это улица, где все бренды расположены. И вот этот самый крутой отель, Plaza, который очень-очень красивый, как вы видите. Чтобы музыку включить и показать Монтану. Чтобы музыку включить? Нет, загадочный такой. Для этого типа... Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля. В следующий раз, когда я буду в Париже, нужно в этот отель. Это все. Единогласно. Мне кажется, все считают, что Диор украшает свои магазины лучше всего. Мы сели в кафе Л'Авеню. Я была тут уже в прошлом году. Это такое самое популярное кафе, где всегда сидят селебрити. В тот раз я тут впервые попробовала улитки, и мы снова их заказали, потому что они здесь очень вкусные. Открываем. Умирает. Так, я буду пробовать. О, мой гад. Это очень вкусно. И даже если тут дорого, я считаю, заслуженно, потому что порции большие. Смотрите, какой стейк лосось. На завтра у меня цель пошопиться. Купить себе сумку и что-то классное, что можно купить только в Париже. Я сейчас заплачу. Короче, у нас с Атой нету своей зубной пасты, и тут номера тоже нету. Мы сегодня сходили в супермаркет, взяли, и это не паста. Я еще говорю, вау, она розовая, это не паста, она просто застыла на моих зубах. Как я поняла, по вот этим картинкам, это какой-то крем для протезов зубных, господи. Это просто что-то вот так вот смазывать. Это просто ужас какой-то. О, мне так мягко. Сегодня у нас крайний полный день в Париже. Мы сейчас на районе Монмартер, и я снова пришла ради фотобудки. Мы приехали, и с ней какие-то проблемы, там что-то заменяют, поэтому ждем. И я наконец сделаю фоточки. This is my outfit of today. Я вытащила новую сумку. Я обычно так никогда не делаю и жду какого-то спешл дня. Я вся такая вежевенькая, молочная. И на мне уги, которые идеально сочетаются с этой сумкой. Я сделала пробные кадры, и я не знала, когда она начнет фоткать. У меня первая фотка упоротая. Но в целом это очень круто и очень красиво. Офигенная обработка. Одна вот такая штучка стоит 6 евро. Смотрите, как классно. Это очень красиво. Мой вам совет, если будете в Париже и пойдете в эту фотобудку, фоткайтесь вот как Алта в темном. Офигенно смотрится. Я вся в светлом, и я чуть-чуть такая сливаюсь с фоном. Мы подошли к кафе Карет. Это тоже одно из самых популярных. Я взяла себе капучино. Взяли макарон. Они тут нереально вкусные. И эклер. Может быть, кто-нибудь видел в ТикТоке бренд Ами Пэрис. Поставили свой каток. Здесь невероятно красиво. Тем временем я сделала покупочку в Ами. Взяла себе шапку. Классно. Аааа, посмотрите, какие сладкие собачатки. Съема. Следующая локация с моего виш-листа посещений. Это отель Ридс. Посмотрите, здесь такая мини-новогодняя атмосфера. Там я взяла горячий шоколад. Продаются мишки плюшевые и красивая карусель. Просто хотела сказать, что я сегодня Алте говорю. Надень синий свитер. Она хотела надеть там другую кофту. И посмотрите, какой мэч. Это моя вот эта сочетаемость локации. Я ее передаю миндальной связью. Типа тут все вот такое вот синий. И sweater. Тоже синий. Еще там, где Сара, там всегда притягиваются люди. Типа нет людей, а потом миллион людей. Я не знаю, почему так. Каждый раз мы куда-то приходим, пустота, ноль людей. Вот реально. А потом наплыв через ровно секунду. Как будто я загружаю локацию, и все люди такие, хоп, и пришли. У нас время обеда. Я заказала то же самое, что вчера, потому что мне очень понравилось. Надеюсь, тут тоже вкусно. И мы подкрепляемся и идем шопиться. Ребята, я гуляю по галерее Le Fayette, торговый центр. Нашла еле как-то более-менее тихое место. Сходила уже в Жак-Мью, купила себе сумку. Ну что, наш последний вечер в Париже. Сидим в очень красивом кафе. Напоследок мы решили обожраться. Всем доброе утро. Мы сегодня уезжаем совсем скоро улетаем, поэтому я собираю вещи. Снимала распаковку своих вчерашних покупочек и забыла заснять это на влог, уже снова все убрала. Поэтому, пожалуйста, посмотрите у меня в актуальных историях. Ну и все, прощаемся с нашим мотелем. И садимся в танце. Пока, Маша. Мы у Гейта ждем своей посадки. И девочки доталово снимают контент. Переход. Парни. 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 Парни.